в этот раз наверное это одна из самых интересных поездок как минимум за этот сезон я думаю что и за всю мою рыбалку так далеко я еще никогда не отправлялся то есть максимум это было 320 наверное километров от дома но сегодня мы ребята с вами отправляемся за 650 да мы едем на дельту днепра где пройдет очень интересный турнир дельта пайкап который собирает около 40 лодочных команд собирают лучшие экипажи украины и мы с вами на нем побываем ну вот ребята мы с вами добрались наверно до одного из претендентов на самые красивые места украины это называется мигия за первом майском смотрите тут такие скалы здесь южный бух здесь красота бурлил карафтинг впервые познакомился я с этим местом лет десять наверно назад приехал я сюда по работе и в принципе тут мои моя любовь головливной рыбалки и собственно говоря началась именно в этих местах впервые я начал плавить головля а вот мы выбрались на самый верх сейчас вам друзья покажу какая тут красота нам ребятки еще ехать и ехать поэтому не задерживаемся здесь к сожалению бы я тут бы головликов подолбил бы и отправляемся в наш дальний путь еще нам предстоит с вами немножко проехаться доброе утечка дорогие друзья ну вот я Вот мы наконец и добрались на заветную нашу базу, на рыбалку, на тренировки. И у вас есть уникальная возможность вместе со мной побывать в лодке с экипажем команды Броварня Дрофа, Досенко Николай и Коноваленко Олег. Тренировка в полном разгаре, я сейчас с ними тоже половлю. Ну и самые интересные моменты мы вам покажем, зададим какие-нибудь вопросы. Возможно, даже ребята поделятся какими-то своими секретами. Вот, ребята, обратите внимание, сколько в толще воды стоит Белли. И сразу же наши спортсмены кидают якорь. Ну, соответственно, за якорем летят в воду все приманки. Слушай, можно. Есть первая поклевка. И, судя по всему, это у нас карась. Вот так. Вот это, наверное, он стоит, это Белли, да? Плочняк. Да, вот так вот. Суровые спортсмены ловят джигом карася. Не надо Федора. Приезжайте за джигом. Да, третий предатор, мансик. И все хорошо. Вот, смотрите, ребята, долго на местах не задерживаются. Буквально 10-15 забросов. И сразу же перемещаются. Да, на всех 10-15. И сразу же перемещаются. Потому что, как известно, то есть, если есть активная рыба, она сразу же буквально на первых же забросах отзывается. То есть, делаются веерные забросы сейчас вдоль камыша, вдоль свала. И постоянные-постоянные перемещения. Воды очень много, нам надо проверить, как можно больше лезть. Да. Залипать, то ничего не получится. Да. Воды еще только активную рыбу. Можно, конечно, выколупывать там пассивную, но это не только. В лодочном спорте это не работает. Это в береговом там становится. И ковыряют. И ковыряют. Ковыряют. Да, да. Да, в лодке нужны, да, постоянные-постоянные перемещения. Снять активную. Сейчас мы посмотрим на приманки, которые используются. Это вам не какой-то там Кейтек, Хардкор, все Манс, насколько я понимаю, да? Да. Кирсонская щука обожает. Обожает, да, Манс? Манс, приманка всех времен. Да, да. Как ее только выпустили, так она себе зарекомендовала. Манс, да, тоже работал. А по цветам что у вас? Верите в цвет, не верите? Ну, светлый и темный. Светлый и темный, все. Вот так вот, видите? Светлый и темный. Вот. У нас очередная рыбулька. С травы? Да. На обычный, да, не на фэт. Хвост. Хвост отбрил. Там хвоста не было. А, да? На хвост отбрил. Ну, вот, ребятки. Это уже вторая рыбка взяла на Кейтек Swing Impact. Ну, вот сразу после поимки рыбы, сразу же ребята перемещаются. То есть, сейчас цель, это же тренировка, цель максимально быстро и много пройти воды и определить стоянки рыбы, где она стоит, что ей сейчас нужно. Вот. Но, опять же, тут бывает, может такая вещь сыграть злую шутку, когда меняется погода, меняются какие-то условия и все может... Да, уровень тут падает каждый день. Да, меняется уровень воды и все может совершенно стать по-другому. Вот. Но, тем, в принципе, и интересно. Сейчас мы сместимся на следующую точку и будем дальше искать нашу рыбульку. Блин, сошло. Ну, такая хорошая, хлопнула хорошо. Ничего. С чистого вот, прям-прямо. Каланки. С чистого вот, прям-прямо. С чистого вот, прям-прямо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, с чистого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять на этот Ланкер Сити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 49 Сыраков попробую Рачила сейчас попробую В цвете говно Как видите Вся ловля у нас Проходит вдоль Стены камыша И стены травы Поклевывают Околозачетные и зачетные щучки Но в количестве мало В количестве мало А это Не есть хорошо Есть Хорошая Зачем Зачем Да Вот и рачочек сработал Опа 50 Пляж Ну да Это 53 53 Тихо Тихо Откуда взял Вот так вот Прям подлодкой Почти Так дорогая Давай щучка Нора Брит бриз Нет флагман Флагман Ну вот ребятки Вот сработал Флагмановский рачок Вот такой вот В цвете Говно Я даже не знаю Говно-малина Потому что на говно-фиолет Не похоже Говно-малина Говно-малина Ну что ты Да Ну это такая Самая крупная За сегодня Сделаем Да Все на этого рачка На дурачка Что ты сделаешь Нам Свечку Красивую Нет Не хочешь Да Рачок в натуре Дурачок Ах Хорошо Такая 55 уже Да Это самая большая За сегодня А ну дайте Чем ее Это у нее Стиль уже Блин Когда снимаешь Ну это уже Это уже 50 Ну 56 Ну 57 Почти Ну Рак Рук Хоть 1 Сантиметра На 57 Бонус Бонус 60 Самая большая Ну вот Вчера ребята Тренировались Самая крупная Была 60 Сантиметра Сегодня мы вышли Со второй командой Участниками Дельта Пайкап Это команда Берег В составе Дмитрий Галаш И Дмитрий Бычко Значит Мы сегодня Опять в тренировочном режиме Сейчас мы у ребят Поспрашиваем Ихнюю тактику Что там еще Кроме тактики Стратегия Да есть у вас Какая-то стратегия Да Вот видите Даже пацаны Знают такие Сложные слова Как стратегия И будут Их придерживаться В общем ребята У нас сегодня Цель Определить Новые места Стоянки Рыбы Под названием Щука Вот потому что Хлопцы Уже тут Неделю Песочат Или полосуют Реку Днепр Уже немножко Разобрались Но сегодня Что интересно Сегодня совершенно Кардинально Другая погода И мы сегодня Посмотрим Как раз На поведение Рыбы Изменится В поведении Ее что-то Или нет У херсонских Соревнований Наверное Одна такая Из самых Длинных веток Развития Потому что Раньше было Намного разных Раздельных Форматов То есть Это не было Объединено В один Кубок Это все Были Разные Турниры И Ну так Сложилась Судьба Так Сложились Люди Что Херсонская Федерация Она Самая Большая По количеству Экипажей В Украине Вот Самая веселая Я тоже Несмотря на то Что я Луганчанин Который 11 лет Живет В Киеве Состою я В Херсонской Федерации У нас всегда Весело Ты сам Это все Видел Компания Вот Несмотря на то Что абсолютно Разная Возрастная Категория Про турнир Были Соревнования По ловле Окуня По ловле Щуки И так далее И вот Олег Федорович Коноваленко С которым Ты вчера Провел Рыболовный День Он Смог Благодаря Так сказать Команде Энтузиастов Объединить Это в один Турнир Из трех Этапов Первый Это Дельта Бас Это турнир В котором Ловят Только Окуня Мы ловили Окуня Там 41 42 43 Сантиметра Это просто Огромные Кабаны Там Весом Под 2 Килограмма Формат Такой Что нужно Поймать 10 Рыб Ну и Естественно Можно Их Укрупнять Проводится Это Именно Непосредственно В Херсоне Там Очень Много Всяких Речушек Развилок Разливов Лиманов Вот Мы Один Турнир Выграли В Прошлом Году Мы Вообще Стали Вторые В сезоне По итогам Трех Кубков И Там Мы Нашли Окуня В огромном Просто Озере Которое Перетекает В Днепробужский Лиман Достаточно Далеко От зоны Старта Там Почти Час Хода На моторе И Окунь Ловился На глубине Метр Сорок То есть Окуневый Спиннинг До 12 Грамм Здесь Это Самый Распространенный Формат Потому что Окунь Крупный Я Здесь Ни разу Не ловил Вот такого Окуня Такое Ощущение Что По полкило А потом Достигают Полторушки Второй этап Это Дельта Пайк Мы сейчас Находимся Да Ограничения По количеству Рыбы У нас Нет Мы можем Ловить Сколько Угодно То есть Проводят Его В Каховке Потому что Каховка Именно В это Время Года Насыщена Щукой То есть Здесь За день Юра Орлов Да что Не только Юра Орлов В прошлом Году По-моему Победители Поймали В один День Больше 20 Штук И во второй День Около 20 Штук То есть 20 Щук В день Вот Щука Не крупная Килограмм Тире Два Ну Были Бонусы Там В прошлом Году Поймали Такую Под 5 Килограмм По-моему 78 Или 76 Сантиметров На самом Туре Поймали Не на Тренировке В туре В туре В туре Вчера Нам рассказывали Что Даже Литровую Щуку Поймали Экипаж Который Ловит Литровых Щук Тоже Из Херсонской Федерации И Третий Этап Это Дельта Классик Классик Это Турнир На котором Можно Ловить Любую Рыбу Окунь Щука Судак Другой Рыбы Здесь Нет Ну Есть Сом Но Он Крайне Редко Попадается Там За всю Историю Сколько Я Помню Там Два Раза Привозили Сома Спортсмены Вот То есть Три Этапа Рейтинг Спортсменов И Соответственно По итогам Трех Турниров Окунь Щука И вся Рыба Можно Стать Лучшим В сезоне За первое Место В этом Сезоне Победителем Турнира Будет Лодка 470 Powerbot Это Относительно Новая Компания На Рынке Производителей Лодок Лодка Интересная Симпатичная И Относительно Других Лодок Стоит Гораздо Дешевле Однозначно Факт То что Если рыба Есть Она Клюет Она Хуже Лучше В зависимости От Подбора Проводки Приманки Но Как правило Это Где искать Рыбу Очень частый Вопрос От моих Подписчиков Тоже На ютубе Проблема Как правило В месте Лова А не В способе Ну понятно Что если Кидать Что-то Несуразное То есть Эксперименты То можно И не поймать Но Если это Обычный Силикон На джиголовке То То Если рыба Есть То Она Клюнет Да Главное Найти Где Ну Вообще Школа Лодочного Спорта И школа Берегового Спорта По спиннингу Это два Абсолютно Разных Формата То есть Береговики Более Замороченные В ловле Там С проводками Заморачиваются С подбором Приманки Мягкие Немягкие Хвостики Чтоб не Заламывались И так далее То В лодке Это рыбалка С подхода Да Мы Ищем рыбу Мы не подбираем К ней ключик Мы ищем рыбу Мы много перемещаемся И Мы никогда не Закисаем На одной точке Там По Полчаса Сорок минут То есть У нас Ну Там В режиме тренировки Чтобы было понятно На якоре Мы делаем Три Четыре Заброса Все То есть Если нет поклевок Мы переезжаем Мы работаем Только по активной рыбе И нам надо Ловить ее В туре много Поэтому подход Только такой Ловим рыбу На бензин Я даже Рассказывал Недавно В своем видео Что Иногда Вот эти Спортивные подходы Они как троллинг Когда Тащат Воблер За собой Мы точно так же Полощем Силиконовые Или пластиковые Приманки На Очень больших Просторах На большом Количестве Якорей То есть Мы все время Куда-то едем Все время Движемся Ну вот Как-то так Давай переезжать А потом еще Что-нибудь расскажем Так Состоялся Друзья Факт Поимки рыбы Она у меня там сидит На тройнике Но я ее твичу Потому что 50 метров за спиной У меня стоят Спортсмены Бля Ой Извините За выражение Все Свечка Сейчас будет Она сейчас В камыши Уйдет Опять Все Ну непонятно Зачет ли Не Зачет точно И опять Сработал рак Рак Ну 50 Там Длинная Да 53 Можно 54 54 54 И быстренько ее Шпонь И быстренько ее Ну видишь Происходит Собственно То что мы И обсуждали Мы попробовали Потвичить Рыбы не было Пошли вдоль Глубокой стенки Вот Под нами Сейчас на эхолоте 3,8 метра То есть Видите До камыша От борта лодки 2 метра Достаточно Глубокая стенка С редкой травкой Вот сейчас Поклевку Которую я реализовал Я продирал Кустики Которые тут Очень редкие И Именно на продере Именно на продере Взяла Да Между прочим Спортсмены Не увидели Эту щуку Что не может Не радовать Да А покажи Дим На что На что На какую Приманку У тебя Приманка Рак Всем известный Это ИСЛ Ремикс Да На тройнике На вкрутоше 10 грамм То есть Есть течение Приманка Достаточно Долго Зависает И Сегодня щука Ну Пассивно Будем говорить Так Либо ей Нравится Сейчас вот такая Вот плавная Подача Я там Вы делаете Две проводки Я делаю Одну Потому что Долго Все это дело Виснет На течении Ну вот так вот Ну да Вот видишь У меня тоже Сработал твистер Тот который Медленно идущий Вот фишн дракс Да С длинным хвостом А у тебя У тебя уже Две рыбы На рака Поэтому Вот Как-то так Сегодня щука Оказывается Более такая Ну Можно так сказать Вялая Что странно Реагирует На более Медленную проводку Не очень Такую Да Ну мы С напарником С Димой Обсуждали Тот момент Что Скорее всего В туре У нас будет По два спиннинга Один будет Под тяжелые веса Чтобы не перецеплять Приманки Потому что Важен темп В туре Мы будем ловить Кардинально По другому Гораздо быстрее Все делать И два спиннинга То есть На одном будет Условно Микруха Да 10 грамм Лодочная Микруха На втором Будет стоять 18 Какой-нибудь Объемный Виброхвост Шейкер Или предатор И Ну будем смотреть Что Как будет себя вести Рыба Будем чередовать То есть Если Нужно понимать Что при темповой ловле Чем больше Вес Груза Тем Быстрее Ты ловишь То есть Темп Облова мест Гораздо быстрее Поэтому Ну будем смотреть Какая рыба Как она будет ловиться И Из этого уже Исходите Работать Ну вот Ребят Только что У меня Произошла Поклевка И вот В чем Весь Так сказать Вся боль Съемки Рыбалки В том Что пока Я вам Снимал Вернее Включал Камеру Чтобы заснять Вываживание То у меня Сошла рыба Ну Уже Как есть Ну и Клюнула Она Нахитяру Нахитяру Местной Акватории Это Третий Предатор Еще и В моем Нелюбимом Цвете В оранжевом Так Ну вот Смотрите Вот такой У меня Монтаж Это Штопор Который Грузголовка Штопор Который Вкручивается В тело Рыбки И Вот так Вот Тройничок Который Вставлен В само Тело То есть Прикольный Монтаж Как правило Если щука Хорошо Садится То Она Выдергивается Из рыбки И Грубо говоря Рыба засекается Надежно Плюс Она То есть Видите Да Дает Степень Свободы Вибро Хвосту Не вставляя В него Так сказать Арматуру Как вам Заброс Такой Не вставляя В него Арматуру Так сказать Позвоночник Что делает Жиголовка С такой Подачей На рака На шкрябалку Давай Давай Да не спеши Она не идет Вообще Там Или Здоровая Щука Или Здоровый Карась Короб Да не Поклевка Именно Как надо Ого Было Ой Что Багреная Да Она Перекрутилась И с кустом Травы Идет Может быть Зачетная Не знаю Я не понимаю Пока Давай нормально Никого нет Мы же еще Ребята Шкирим рыбу Понимаете Потому что Давай Давай Шахта 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 Да Видите Такая Некрупная Щука Может быть Зачетная На грани На грани Но И шахту Да Рака Стала Я не А Она Цепилась Меряем 40 48 48 Зачет Даже 49 Тянется Вот так Ребята Сторона Это Повеселее Видите Вот Мы только Пришли И сразу Уже Две Рыбы Поймали Зачетные То есть Это Очень Хорошо То есть Итого У нас Получается 6 рыб И 11 Утра 6 рыб Так Собственно И прошли Наши Полтора Дня Тренировки За эти Дни Я лично Много Чего Для себя Узнал Поймали Мы Два Десятка Хвостов Я Лично Поймал 7 Щук И парочку У меня Даже Было Сходов Что Удивило Что Спортсмены В основном Ловили Но Это Лично Для меня Удивление На Мансов Резину Это Предаторы Третьи Мансов Твистера Это Основные Ихние Приманки Но Я же В свою Очередь Пробовал Различные И кейтек И в одно Время У меня Очень Хорошо Сработали Флагманов Ские Раки На Такой Проводке Береговой Шарпающей По дну Такое Ближе Волочение С прорывом И я поймал Подряд Две Щуки И один У меня Был Сход Кстати Друзья Хочу вам Напомнить Что У нас В следующем Видео Будет Розыгрыш Спиннингового Удилища Дайва От Херсонской Федерации Рыболовного Спорта За что Им Огромное Спасибо А следующее Видео У нас Будет Непросто С самого Турнира Дельта Пайк Кап Ну А сейчас Мы Ребята Перейдем С вами К розыгрышу Мы Сейчас Разыграем Вот Такую Замечательную Кепку От Канала Трофей Такой Кепки Нет Ни у Меня Ни у Майкла Джексона Это Рыбацкая Кепка Которой Все Мечтают Открывалка Для Пива И Фонарик Ну И Собственно Вот Крутая Кепка Я Вам Обещал Разыграть Вот Вот В этом Видео Где Мы С Петей Ездили На И Мы Сейчас Переходим К розыгрышу Значит Мы Сейчас Копируем Ссылочку Randomizer Вот Определилось Уже Наше Видео У нас 420 Комментариев Соответственно 420 Участников Призовое Место У нас Одно И Мы Стартуем И Пока Мы Выбираем Победителя Я хочу Напомнить Что Приз Можно Получить Написавший Мне На Электронную Почту Которую Я Естественно Оставлю В описании К этому Видео Итак Друзья Победитель У нас Уже Определен Генерируем Победителя Это У нас Андрюха Кугай Смотрим Каналы Так Мой канал Есть Ну Я думаю Что Все остальные Условия Тоже Главное Удовольствие От рыбалки И Лайк Тоже Есть Андрей Я тебя Поздравляю Ты Получаешь От меня От Телеканала Трофей И Канала Про Спиннинг Вот Эту Замечательную Кепку Пиши Мне В Личную Почту И Этот Приз Поедет К тебе Ну Что Друзья Хочу Вам Всем Сказать Спасибо Что Вы Смотрели Пальцы Вверх Обязательно Подписывайтесь На